всем здравствуйте вы на канале иринка как картинка и я очень рада встрече с вами сегодня на дворе у нас 15 февраля середина месяца и мы у себя на даче так что друзья мои сейчас я прогуляюсь по ней и вы со мной пойдем наконец-то дача дождалась снега осенью мы пристроили вот такой козырек до калитки и он теперь спасает нас от огромного сугроба который был в прошлые годы посмотрите какой объем снега сейчас бы валялся при входе в калитку но сейчас у нас свободный просторный заход проход и мы очень этому рады сейчас вам покажу завалило мои украшательства снегом но в этом есть тоже своя прелесть здесь все хорошо снег хрустит так приятно день солнечный такой ой семечки все съели у птицы нужно насыпать здесь копей вроде бы снег лежит и хрустит под ногами а все равно копей вот теперь идет хочу вам показать так в общем-то дачку захватить какой она нас встречает украшение все вроде бы на месте единственное что шишки всегда валяются потому что птицы пытаются в них найти себе пропитание и они их катают всему вот эти стоял тут теперь все развалено ну а так вроде бы все нормально давайте пройдемся по самому участку глянем вот теперь следы кошек в общем то они нам тут помогают пока нас нет мышей ловят красота смотрите мискантус стоит по снегу я вам сейчас покажу красавец засвечен может быть надо с другой стороны снимать так но нам надо хвойники немножко по укрывать потому что боюсь я за них боюсь что погорят так не хочется сейчас навешивать всякие занавески на это всю красотень что же нас там ждет теплицы залить как клубничка укрыта хорошо на виноградике одеялка вот под этим вот камнем из монтажной пены у меня зимует артишок посмотрим весной перезимует он или нет на вот этот хвойничек я сама зачеренковала несколько лет назад и вот он у меня уже подрастает что у нас тут что у нас тут тут у нас горошек развивается ему все нипочем вообще все зайдем глянем поближе вот видите теплым какая это что-то из бобовых горошек я осенью на сидират сюда сеяла и вон фацелия прекрасно себя чувствует вот конечно здесь сухаем и снежка нужно накидать морозинка выпустила почки ну а здесь у меня и жир не знаю уж как ему там зимуется боюсь что он при такой теплой зиме может и выпрыгнуть все нормально у снаряд то я им приготовила видите какой так вот здесь нужно воздуху дать здесь у меня персик вот он он тоже неплохо вроде себя чувствует здесь тоже вот укрыт надо глянуть как же здесь инжир зимует с этого края вот он вот видите хорошо вроде себя чувствует закрываем сейчас задача бы сюда накидать снежку вот видите бугор это там у меня древовидный пиончик мишки смотрите с красными стволами с мискантусом прекрасно зимуют вот сейчас хорошо видно как я формирую виде арки вот эту лиственницу видите вот загибается у нее верхушечка с помощью нитки веревки вы пингвинят совсем засыпала в этом году они у меня путешествуют на лодке и практически видны одни головяшки но здесь дед мороз красный нос посмотрим там съели они корм кедрюшенька ах ты мой кедрюшенька смотрите же руку приходится поднимать выше головы то есть он уже подрос прирост прошлого года смотрим вот отсюда вот и вот сколько сантиметров 25 5 наверно было ты мой красавец 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 кедрюша так что у нас тут тут вот у меня зимует новые розы вот там вон видите возле лодки это две новых розы эльф и пьер дарансар да здесь смотрю вода откуда-то она там взялась вода непонятно мне в общем надо сейчас воду вылить и насыпать корм голубая ель это у нас смарагт здесь можжевельник не знаю его название сорта ну как колоновидный мне продавали его да еще я только-только купила дачу они такие огромные выросли видите здесь что ой как красиво на снегу смотрится боярышник просто прелесть какая-то смотрите украшает мой сад но ей уже нужно обрезаться поэтому сегодня я ее наверное обрежу может быть постараюсь наверное сегодня обрезать конечно она очень красиво украшает участок но ее нужно обрезать именно вот в это время когда почки еще не видулись когда она не проснулась а я вот смотрю почечки тут по надувались по-моему тепло не такая ну нет не по надувались в общем самый раз потому что вроде говорят весна будет ранее и нужно не опоздать с обрезкой иначе она истечет вся а так выглядят наши шары которые мы делали с вами на мастер-классе так ну а тут что в этой кормушке у нас пустота пустота в общем везде нужно подбросить корма птички оголодали хочу глянуть я знаете куда что тут с нашей капустой она конечно все до весны не дожила глянуть я знаете куда что тут с нашей капустой она конечно все до весны не дожила беру сугробы да видите вот она вот она до весны не доживает перчатки надеть вот так вот зимует сам шеет увидела звезду упавшую так ну а веревочка порвалась здесь была веревочка вот она перетерлась ну что пока повешу отсюда одной рукой неудобно пусть тут поболтается вот так вот у меня черенки зимуют роз которые мы черенковали вот здесь в заснеженном таком местечке они у меня вон видите красная видница клетка ну а как выглядит у нас елочка ой сосенка вернее крымская сосна из семян моя срочно пересаживать ее отсюда потому что смотрите с теплицы скатывается снежный покров и там еще одна была а ну я ее ту пересадила соседке ну вот эту нужно срочно пересадить ее и вот тис ягодный видите тоже за это наламывается красавец мой срочно их на свободу в сад ну давайте глянем что еще нас ждет съемка с крытой камерой называется что мы еще не посмотрели давайте посмотрим вот так зимой бересклет в этом году я его не укрыла обычно я его прикрываю от солнечных ожогов в этом году не прикрыла ничего поэтому срочно нужно накидать накидывать тряпочки смотрите всем предлагаю сажать дерен потому что он и летом красив но и зимой он конечно незаменим посмотреть красный красный краснотал такой я в этом году его омолодила посмотрим как быстро ли нарастет вот та веточка оставленная мной видите вот она хочу опять сделать деревцем а этот оставить кустиком внизу гортензия тоже стрижка сегодня у нее по плану мишка ну что ты мишка косолапый снегом засыпан караулит он мою компостную кучку за ним он бугорок ну птицу мы с вами уже посмотрели все хочу вам показать коалу сейчас придется по клумбе пройтись потому что издалека ушки не видны сейчас видно интересно черные ушки вот они то что издалека досмотрится как привидение когда уши не видно кстати вот здесь пирамидка здесь у меня зимует мушмула привезенная мною вместе с альбицей с моря и вот альбицу я побоялась сажать я повезлась на балкон а мушмулу высадила его тут прикрыла не знаю уж что там будет как там будет это мы с вами увидим следы мои ну и что нам осталось посмотреть о компост смотрите как переогнили и уменьшились в размерах листья дубовые ореховые вообще сильно-сильно прям они были прикрывали вот эту вот поперечную доску а сейчас уже они внизу внизу встали так лук-порей оставленный муной прекрасно себя чувствует ну зима конечно теплая видите я его оставила специально для того чтобы он в этом году процвел такими огромными белыми или розоватыми шапками такими не шапками а серами в общем как бы для украшения оставила здесь здесь вот куст с такого цвета соломы это мне дали пенисету пенисету да вот у меня он есть но говорят это другой сорт более высший и цветет он не розоватыми метелочками ёршиками а беленькими более беловатыми не знаю приживется нет я его сажала уже более таком подсушенном он был состоянии не знаю как будет ну а тут что и как у нас снегирю в этом году поручено держать фонарь ну а белочке мы сейчас дадим какой-нибудь корм все я хочу купить сало и все время забываю ну хочу я кусочек сала ей повесить для синичек вот она наша поделка надеюсь что там зимуют полезные насекомые вот кое-где я насыпала видите опилочек вот тут вот забита опилочками вот здесь видно ой 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 поэтому надеюсь что там они нашли себе теплый дом на эту зиму репина уже все подпрела ну что вот такой вот маленький обзорчик моего сада на середину февраля очень рада снегу очень рада что минус 12 13 и даже по моему 14 было в этом году что все эти морозцы прошли под снегом что снег успел накрыть нашу землю и им было тепло зимовать иначе мы вообще практически до февраля прожили без снега ну вот оно да купили купили мы тебе еды вкусной купили сейчас будем кормить хорошо ой как хорошо ой поделки ну а вы что тут носики кур да кстати видите мы отпилили то о чем я говорила но не помню выложила я это видео нет ли осенью я вам говорила что у меня вот у этого можжевельника образовалось два таких полноценных ствола и они в общем другого тесняли этот ствол нужно было отрезать еще в молодом возрасте но я этот момент упустила вот видите вот он ну и так как он постоянно у меня разваливался я вот и стяжка у меня видите все время стяжка лопалась поэтому приняла решение чтобы он был более в этой треугольной шпалере более тоньше сам можжевельник я приняла решение его срезать и вот теперь у нас эта сторона у него оголенная надеюсь может сверху вам будет видней надеюсь что он у меня обрастет и станет кругленьким веточки отогнуться вот эти ну и что у нас тут здесь у нас хлопок 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 давайте глянем как же выглядят жимолости ну что спите ну что спите почечка вот она вроде там что-то шевелится вот почечка ну фокусируйся ну в общем будем надеяться что все будет хорошо зима такая теплая зима здесь у меня сидит сейчас скажу blue не помню ну в общем это голубика blue какая-то blue укроп какой-то blue как нужно исполнять свои воспоминания потому что за зиму уже забываются все растения посмотрите какой шикарный лист хорошо что я подошла вам показать его посмотрите но это просто какой-то натюрморт смотрите и вот такие вот у него скорее всего соцветит желтым он цветет потом синие ягодки имеет наброшу на него обязательно тряпку потому что он выгорает но я хочу сказать у меня высота этого растения уже выше меня сейчас подойду вам покажу очень жалею что посажен он у меня просто в углу в самом невидном углу ну практически вот смотрите за теплицей он посажен и его не видно если к нему не подойдешь а зимой смотреть на такое растение одно удовольствие когда ты видишь вот такие вот шикарные бордовые листья вот смотрите ветку показываю вам которая на груши лежит и высота у нее выше меня нам много так вон рука на сколько идет вверх я метр шестьдесят пять она выше меня на 20 сантиметров вот и считайте такая красотень высокенькая ну ну ладно друзья мои здесь можно ходить и ходить не останавливаться часами буду прощаться до следующего видео не навсегда поэтому всем кому понравилось гулять со мной по саду моему оставайтесь со мной жмите на колокольчик не пропускайте мои новые видео ну а на сегодня все всем пока пока ааааа